Добрые руки плюс Специалист по висцеральному, миофасциальному и точечному массажу Из города Сочи Куполихина Светлана Петровна Приходите и мы поможем вам Подробная информация и запись по телефону 403399 и 441399 Количество мест ограничено Здравствуйте, в эфире программа Альметьевск Сегодня В студии Радик Рахимов Спонсор выпуска реабилитационный центр Добрые руки плюс Смотрите в этом выпуске Дворы благоустроены, аварийные деревья спилены, скверы засажены В городских микрорайонах подводят итоги года На сегодняшний день отмечается повышенная значимость пожилого человека Так мы в 2016 году поздравили и уделили особое внимание Троим долгожителям, проживающим на территории Турции Одни ведут детей в театр, другие на нефтяные предприятия В Альметьевске прошел муниципальный этап конкурса Воспитатель года 2017 Мы увидели сегодня самый интересный опыт работы на 2017 год Среди дошкольных учреждений, среди педагога дошкольных учреждений От сессии до сессии живут студенты Весело или не очень быть студентом в наше время Разберемся сегодня в Татьянин день Молодежь отличается В любом случае у нас современный мир, он двигается вперед Какие-то новые новшества есть И поэтому и студенты тоже так же двигаются вперед Насколько комфортнее стала жизнь горожан? Какие задачи приобретают особую значимость сегодня? Эти вопросы становятся основными на отчетных собраниях В территориальных общественных советах Альметьевска На этот раз с руководством района встретились жители ТОС-79 Вот уже более 10 лет его главным предприятием является Альметьевск водоканал Именно там и прошла встреча с жителями микрорайона На территории ТОСа, а это более 50 тысяч квадратных метров Расположены 28 жилых домов В которых проживает более 2000 человек О том, каким был этот год для микрорайона Рассказал директор главного предприятия Альметьевск водоканал Равшан Хафизов На территории проводились работы по благоустройству Субботники Спиливались аварийные деревья Высаживали молодые саженцы Велась также и работа с населением Особое внимание одиноким инвалидам и пенсионерам На сегодняшний день отмечается повышенная значимость пожилого человека Так мы в 2016 году поздравили и уделили особое внимание Троим долгожителям, проживающим на территории ТОС Руководитель исполкома района Марат Герфанов напомнил о достигнутых в минувшем году результатах Альметьевск по-прежнему является вторым после Казани в рейтинге социально-экономического развития А также лидером по формированию внутреннего территориального продукта О своей работе рассказали представители управляющей компании Участковый у полномочной полиции отчитался о профилактике правонарушений В завершении встречи жители микрорайона пообщались с главой района Айратом Хайрулиным И руководителями различных городских служб В основном их интересовали вопросы благоустройства и общественного порядка 2017 год объявлен годом экологии общественных пространств На прошедшем накануне совещании с городским активом Глава района Айрат Хайрулин заявил, что при формировании новых общественных пространств Важно учитывать мнение горожан В принципе нормально, вот только когда мы гуляем вот здесь по каскаду прудов То очень мало где можно присесть, мы люди пожилые И нам хочется иногда присесть, а там всего две или три скамейки Скамейки есть неочищенные И они не то что неочищенные, но мало их там вообще по-моему три всего скамейки Ну парков можно было бы добавить, конечно, еще что Ну так-то все устраивает, красиво в нашем городе У нас в принципе спортивный город, у нас есть велодорожки Есть площадь Ленина, городское озеро, парк городской Есть кроссовая трасса, есть аэродром, есть парапланерные клубы Так, что еще у нас есть? Да в принципе город у нас самодостаточный Мне кажется, даже больше добавить нечего тут Больше молодежи тем, чтобы отдыхать Развлечения больше молодежи Вот это все Ну а старикам где-то, чтобы культурно посидеть, отдохнуть там Ну типа кофе попить, еще вот Вот это все Мне кажется, здесь всего достаточно Мне нравится этот город В рамках Года экологии и общественных пространств Всем жителям Альметьевска предлагается стать активными помощниками в улучшении городского пространства Свои предложения по модернизации и оптимизации общественных пространств города вы можете направить по адресу uac.almetsobakatatar.ru Так, с учетом мнений горожан, в 2016 году был благоустроен городской пляж А вот портал «Народный контроль» теперь помогает бороться с нелегальным алкоголем И граждане активно используют эту возможность Житель Альметьевска через систему «Народный контроль» сообщил о продаже алкогольной продукции без соответствующей лицензии в кафе «Чиллаут» торгового центра «Панорама» Случай нарушения законодательства подтвердился В результате проведенных мероприятий сотрудники госалкогольной инспекции совместно с сотрудниками полиции выявили факт реализации алкоголя без лицензии на розничную продажу и без сопроводительных документов В настоящий момент вся алкогольная продукция изъята Проводится административное расследование Напоминаем, что пользователи портала Госуслуг Республики Татарстан сообщившие в «Народный контроль» материально вознаграждаются за каждый подтвердившийся факт Размер выплаты составляет от 1 тысячи до 3 тысяч рублей Пока одни граждане встают на защиту правопорядка, другие мешают спасать жизни Сегодня в Альметьевске прошел рейд по выявлению нарушителей не уступающих дорогу машинам скорой помощи Нередко они являются виновниками дорожного транспорта в происшествии В ходе рейда были задействованы 6 экипажей ДПС, 13 автоинспекторов и машины скорой помощи За данное нарушение, то есть не представление преимущества движения оперативным службам за это идет либо 500 рублей штраф, либо лишение прав по срокам от 1 до 3 месяцев Подробнее о рейде смотрите завтра в программе «Протокол» сразу после вечернего выпуска новостей К другим темам Ежегодный городской конкурс среди педагогов дошкольных образовательных учреждений «Воспитатель года-2017» прошел сегодня на базе детского сада «Волшебный дворец» В ходе своих выступлений участники представили жюри и зрителям мастер-классы В них приняла участие и наша съемочная группа Третий тур муниципального конкурса «Воспитатель года-2017» Среди воспитателей детских садов собрал педагогов, которые прошли предварительные отборочные туры и вышли в финал На звание лучшего воспитателя Аметьевского района претендовали 5 педагогов Светлана Фахрединова из детского сада номер 1 Гульнара Гельманова из детского сада номер 2 Ирина Булгакова из детского сада номер 22 Татьяна Максимова из детского сада номер 36 Ирина Тухвачина из детского сада номер 50 Каждая провела мастер-класс, где представила свои творческие достижения, экспериментальную и познавательную деятельность Зрителями и участниками занятий стали воспитатели детских дошкольных образовательных учреждений города Первой выступала Татьяна Максимова, воспитатель детского сада номер 36 Дети могут наглядно посмотреть и изучить свойства Элементарно, цвет, состояние жидкое или твердое И сравнить, сопоставить с картинкой Сегодня мы говорили о профессии нефтяник и о нефти Так как мы живем с вами в Альметьевске, столице нефтяников Тема эта считается актуальной Так как в работе дошкольного образования нет никаких пособий, программ по раскрытию этой темы Поэтому мы посчитали возможным использовать свои авторские разработки и показать на данном мастер-классе Детский сад Татьяна пришла три года назад До этого работала учитель начальных классов в школе Сейчас занимается детьми подготовительных и средних групп В своей работе Татьяна Максимова использует различные демонстрационные материалы Организует экскурсии на нефтяные предприятия А также приглашает в группу родителей, которые работают нефтяниками А вот в основе воспитательной работы Светланы Фахрединовой лежит театр У нас в группе оборудованы театральные студии Мы работаем в этой студии, она называется «Калейдоскоп» Постановки делаем спонтанно, никогда не заучиваем и не репетируем заранее Дети сюжет придумывают сами Это у нас все происходит по желанию детей В основу театральных постановок Светлана закладывает смысл Который формирует у детей моральные ценности Своё творчество они с детьми снимают на видео И показывают детям других групп и родителям Таким образом, своя изюминка присутствует в работе каждого участника конкурса И здесь они не только соревнуются, но и обмениваются опытом Наши педагоги здесь передают свой опыт работы Мы увидели сегодня самый интересный опыт работы на 2017 год Среди дошкольных учреждений, среди педагога дошкольных учреждений И, конечно же, повышая своё мастерство, педагоги учатся друг у друга И стремятся к познанию чего-то нового По итогам муниципального тура в номинации «Творческий педагог» Призёром стала воспитатель детского сада номер 50 Лилияна Тухвачина В номинации «Сердце отдаю детям» выбрана Ирина Булгакова Из дошкольного образовательного учреждения номер 22 А воспитателями года 2017 Альметьевского района Названы Светлана Фахрединова, Татьяна Максимова и Гульнара Гельманова Теперь они представят свои методики на зональном этапе конкурса Зарина Ахметова, Ирик Хабибуллин, Альметьевс ТВ И в завершении выпуска Студенты сегодня поздравляют друг друга с Татьяниным днём В Альметьевский праздник отмечают 11 тысяч студентов Именно столько обучаются в вузах, техникумах и колледжах города Чем живут современные студенты И какие традиции и обычаи, по их словам, нужно соблюдать Чтобы успешно сдать сессию Об этом в сюжете Как легко и успешно сдать сессию Главный вопрос для каждого студента Ни для кого не секрет, что основная подготовка к экзамену Происходит в последнюю ночь О старых добрых традициях В этот момент вспоминает даже несуеверный Перед экзаменом не мыть голову, чтобы не вымыть все знания Положить учебник или конспект под подушку А проснувшись, стать с левой ноги Какими только способами студента не заманивает везение на сессию На самом проверенном остается позвать удачу в окно Прежде показав ей зачетку или студенческий билет Халява, приди! Хозяин студенческого билета Ильяса Судалаев Опробовал на себе все старые добрые приметы Пятак в ботинке сделал свое дело Или халява пришла на зов В зачетке студента после первой в жизни сессии Отни пятерки Первый семестр прошел у меня на отлично, я считаю Буду стараться хорошо учиться Чтобы окончить хотя бы ударником Мои планы такие И буду поступать на дополнительные специальности Учиться дополнительно еще Но все-таки полагаться на удачу, чтобы сдать все зачеты экзамена Студенты советуют во вторую очередь Первое всего это нужно хорошо подготовиться Ну и по сути надеяться на свое очарование Крыто учителями Все же студенческая жизнь не только учеба За пределами учебных классов жизнь кипит Вот например, как проходит посвящение в первокурснике В общежитии проводится день первокурсника Там обряды у них свои обливаются водой Там обряд такой, что посвящение студента как бы Если ты не прошел обряд, как бы ты не студент А еще студенческие годы Это бесконечные конференции, олимпиады и творчество Копилки достижений Ревката Адеева Победы во всероссийском и республиканском конкурсах научно-технического творчества И это далеко не все Также участвовал в различных других конкурсах Там есть и научно-техническое творчество И просто конкурсы творческие Также являюсь создателем, редактором Месяцкого, ну, газета-техникума Также я готовлюсь к чемпионату Рабочей профессии WorldSkills по компетенции веб-дизайн На следующей неделе у нас чемпионат Стараюсь активно участвовать в студенческой жизни нашего техникума Также помогаю организовывать различные мероприятия Я участвую в творческих конкурсах И я являюсь участницей ансамбля народного танца Мириданс Я участвовала, во-первых, на студент-года и участвовала в два раза Первый раз я участвовала среди вузов Это было немного сложнее Потому что я была одна из техникумов Этим была сложность, но и интерес проявлялся И сейчас я тоже участвую, только уже среди техникумов И тоже прошла Именно активисты уже третий год подряд становятся главными героями Конкурса «Общественник года», организованного в Альметьевском политехническом техникуме Сегодня обладателем гордого звания стал Альберт Калимулин В победе он видит не столько свой успех, сколько совместную работу своей команды КВН, политех Лидером которой является с первого курса Этот год для меня был очень трудным годом Я старался и защитить курсовую, и управлять командой То есть это был непосильный труд, которого я добился Но не при помощи лишь своего таланта, а при помощи своей любимой команды, которая всегда поддерживала Преподаватели признаются, борьба за звание лучшего общественника Мотивируют активистов на покорение еще больших высот А первокурсникам, на примере старших, показывает, что побеждая в учебе, спорте и творчестве Учиться на одни пятерки вполне реально Именно стремление успевать везде и всюду Делает современную молодежь такой непохожей на студентов прошлых поколений Молодежь отличается В любом случае у нас современный мир, он двигается вперед Какие-то новые новшества есть, и поэтому и студенты тоже так же двигаются вперед Наши студенты уже ежегодно участвуют, занимают призовые места Не могли сегодня не вспомнить и об обычаях поколений На студенческом празднике и импровизированная русская печь, и сладкая выпечка, и студенческая медовуха, которую пока заменил компот Главное, что поздравлений и угощения хватило на всех Больше сегодня будет только на площади нефтяников, куда студенты отправятся праздновать Татьянин день Елена Морданшина, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ На сайте нашей телекомпании продолжается голосование за участников конкурса «Свадебный переполох» Влюбленные пары набрали более трех тысяч голосов Поддержите участников и вы, напоминаем, главный приз – свадебное платье Генеральный спонсор конкурса «Кафе просто вкусно» Титульный спонсор – свадебный салон «Давай поженимся» Партнеры – сеть ювелирных магазинов «Алмаз Золото», стоматологическая клиника «Дентал Люкс» На этом наш выпуск подошел к завершению Напоминаем, что спонсор сегодняшнего выпуска – реабилитационный центр «Добрые руки плюс» Центр предоставляет широкий спектр услуг в области неврологии и проблем опорно-двигательного аппарата На этом я с вами прощаюсь, всего вам самого доброго Уважаемые жители города Альметьевска, с 24 января по 5 февраля в реабилитационном центре «Добрые руки плюс» Ведет прием специалист по висцеральному, миофасциальному и точечному массажу Из города Сочи Куполихина Светлана Петровна Приходите, и мы поможем вам Подробная информация и запись по телефону 403399 и 441399 Количество мест ограничено Редактор субтитров А.Семкин